Русская национальная идея 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 Пришел сюда. С другой стороны, у этой русско-национальной идеи, что является ее противником. А противником ее с точки зрения русских является то, что европейские народы отказываются считать русских таким же нормальным европейским народом, равным умцами. А пытаются смотреть они как на тупых азиатов. Как на кенийцев, как на пакистанцев, как на кого-то еще. Как на цыган или кого-либо еще. И это главная суть обиды русского народа по отношению к нынешнему, текущему моменту. То есть, по сути, у нас есть несложное устройство картины мира, где у нас есть золотой миллиард. И есть по отношению к не золотому миллиарду то, что называется политика неоколониализма. Политика неоколониализма, в первую очередь, состоит в том, что вы люди, граждане Второго Сорда. Поэтому для русских единственное, что является в настоящий момент важным, это проблема с того, что получается, что русские как бы не допущены в этот золотой миллиард. То есть, они обладают каким-то другим народом. И единственное место, к которому таким образом относятся, это колония в неоколониальном устройстве мира. Это вот такова ситуация. Важно понимать с этой точки зрения, откуда у нас такая нелюбовь к азиатам и, в первую очередь, к кавказам. А потому что кавказцы, кроме того, что сами они достаточно неприятные народы, потому что они живут в алхарическом обществе. Общество, основанное на примате силы. Там кто сильнее, кто наглее, тут часто и кав. Но еще есть ситуация, что кавказцы, или Кавказ, или Азия, гастробайта, выступают в качестве некой метафоры. Эта метафора состоит в азиаче и в самом себе. По сути, когда говорят, что Советский Союз рухнул из-за того, что русские хотели представь сортов колбасы, в этом случае люди оказались совершенно недалеки от истины. Разумеется, русские хотели все это дело в эстетизированной форме. Как обычно, всегда мы жимусь с ним, все нормальные люди мыслят не мыслями, а картинками. Это означает бар, это означает ночные клубы, это означает вся эта светлая картинка, которая существовала в мире. В том числе, она была подчеркнута литературной. По-прежнему Россия очень литературная страна. Если бы мы описывали общество западное с его, с продажами полицейскими, с коррупцией, всем прочим, то мы, разумеется, начали это общество радостно строить и построили самое главное. Ровно такое, какое оно было в журнале «Крокодил» или в каком-то там журнале «Правда» описывался загнивающий запад. Загнивающий запад был этот построен. В чем же тогда особенность с этой точки зрения нынешнего этапа? А нынешнего этапа состоит в следующем. Существует определенного рода отчаяние. Немножко подумали, просмотрелись в западной жизни и выяснили, что в первую очередь запад – это ни в коем случае не высокий уровень жизни, хотя это тоже прилагается. А это в первую очередь социальные отношения. Социальные отношения, по которым я часто люблю говорить, они состоят в том, что не принято выносить мусор свой на балкон к соседу. Принято пропускать пешеходы, переходящие на воду. То есть вот это комфортная социальная среда, которая нам очень далека. У нас, к сожалению, до сих пор принято. Хотя появились уже люди нового поколения. Вот я так глядываюсь на молодежи, особенно городскую молодежь в Санкт-Петербурге. Они во многом часто уже немножко другие. Они вполне европейцы. Они действительно не будут выносить мусор на культу к соседу. Не будут на балкон. То есть такого у них как бы уже нет. И уже между ними люди налагают на себя повышенные обязательства. Например, пропускать пешеходов на перекрестки. И когда мы построили вот это из журнала «Правда» или журнала «Кокодилы» от западного общества в себе обмеря. То есть дикий капитализм с литературно привлеченными продажными копами, с литературно привлеченными монополиями. Монополиями, всем прочим, со всеми этим прелестями. То тогда стали задумываться, и люди решили, что все-таки стать европейцами захотелось. И стать уже нормальными европейцами. Уже нормальными европейцами. Те сами, которые не выносят мусор на балкон к соседу. Поэтому русская идея цветет и процветает на самом деле. Я уже повторяю, что она выкладывается в одну строчку. Это стать полноценными европейцами. Что подразумевает в первую очередь то, что надо полностью избежать судьбы стран третьего мира. И, к сожалению, не знаю, является ли Путин или компания агентом Запада, не является. Но на Западе существует мощная тенденция. Она состоит в том, что нас пытаются представить из самих семья, в первую очередь, в качестве диких азиатов. В качестве диких, диких, предиких азиатов. И люди, которые начинают бороться с какой-то счастью, с так называемой пропагандой гомосексуализма. Что за этим скрывается? Как это может за этим скрываться? Совершенно непонятно. Ведь никаких же действий из этого закона нормальных не проистекает. Так а разве мы не азиаты? Мы не азиаты. Глоб сказал, да, скифы мы, да, азиаты. Ну вот, это было такое. Я говорю, что сейчас, часто говорят, что мы азиаты, что в России собственный путь. Я посмотрел кое-какие статистические выводы, об этом даже вот видел на ФБК. Оказывается, что у нас в России собственный путь, это не мнение, грубо говоря, населения искреннего этого желающего, а это как бы формочение. Мы строили себе западное общество, а построить нам его не удалось, построили непонятно что. Пародию из журнала «Крокодиль». Построили, и вот в матчане, ах, горит все с ним плавнее у нас, у русских, там, собственно, духовность, душа. Мы будем строить, собственно, какое-то общество, не похожее на другое. Ну, с другой стороны, все подстоит из западных автомобилей, ремонт в квартире называется, еваремонт и всякое прочее. Ничего подобного никакого нет, никакой самостийности. Конечно, независимость есть. У немцев есть независимость. И русские хотят быть тоже независимым народом и всем остальным. Нет, у нее независимость и самобытность. Ну и самобытность, это правило. Противостояние славянофилов и западных. Нет. Ты просто излагаешь, что у славянофилов никакой национальности своей позиции нет, а есть только вот западничество, она где-то единственная позиция, которая реализуется. Она сейчас совсем другая. Не излагает ни славянофилов, а программу национально-демократической партии. Какой? Национально-демократической. Есть такая партия. Это которая в Германии была в 30-х годах? Нет. Национально-демократия это российская партия. А, ну может быть. Это Навальный к ней близок. Да, да, да. Я хочу заметить, что вот это так называемое болотное движение, как ни странно, оно в этом и состоит. Оно состоит в том, что у нас всю жизнь было так, что у нас власть в России первоевропеец. Всегда так было. Даже в сталинские годы, как ни странно, у нас власть в России была первым европейцем. И сейчас сложилась уникальная картина, буквально последние несколько, 3-4 года, когда наконец-то власть в России не первый европеец, а какие-то новые силы, а именно очень обеспеченные русские. Я внимательно ходил за митинги в поддержку Навального, когда его посадили, да, вот тогда я туда ходил и приглянулся к местной публике. Внимательно. Это молодые люди, все, кто был защит. Здесь, кто продал. Мало, что долго. У нас Александр Дмитриевич там тоже мы с ним встретились, он там уже был. Дима Шаровов там был. Была куча народу, мы там встретились. Потом оказался Сережа Сычев, мы с ним пересекались, да. Сережа Сычев... Ну давай, как бы ладно, к теме, там, это без всяких реминиссенсы. Вопрос следующий, если есть русская идея, значит, значит, должно быть понимание, что такое немецкая идея, французская идея и так далее. Если есть какая-то национальная идея, значит, у каждого народа какая-то своя идея. И чтобы высказать русскую идею, ты должен сказать, какие идеи у других народов. Ну да, для примера хотя бы так. Потому что, иначе это как-то получается странно, что у русских есть идеи ставить европейцев, а у европейцев, получается, у них нет идеи. Но они при этом... Ну они европейцы, это правильно. Так нет, есть идея немецкая, французская. С факта русской идеи, такой, как я и излагаю, это уже смысл некой недостаточности. Ну да. Подожди, вот я как раз этот момент и хотел заставить. То есть ты считаешь, что есть только русская идея, но никакой ни немецкой, ни французской идеи нет. У них, может, есть какая-то своя, но она настолько самобытная, она к нашей не имеет никакого отношения. Подожди, подожди, тогда... Уберяю тебя, они не хотят стать русскими. Интересно тогда, получается, что вот французы, они самобытные, то есть немцы, они самобытные, а почему-то вот народы, которые населяют Евразию, будем так говорить, политично, у них никакой самобытности нет. Да. А почему? Самобытость есть, но у немцев есть тоже самобытность, чаще не так французов. Нет, зачем? У них есть некая обществ. Нет, вопрос... Немецкая идея отличается от русской, от русской в твоей логике. Я просто не знаю, что ты думаешь. Немецкая идея, стать лучшим европейцем, стать сверхевропейцем. То есть русская идея пока, она не дотягивает до европейцев. А думаете, прямо сейчас такая... Каждый европейский народ хочет стать сверхевропейцем, вот, понимаешь, да? Ну, или можно сказать, стать центром Европы. И вообще, это совершенно пустое, но. Я бы с немцами с вами согласился, на самом деле, конечно. Это хорошо звучит на политическом рынке, но, если копнуть, вот этот тезис, он же он по-серкому пласту, что значит стать европейцем? Ну, так, любой человек русский с чувством собственного достоинства он считает, себя европейцем. Где это? Почему? Нет, вы пытаетесь. Более того, русский человек считает себя, кроме того, что европейцем, еще и не европейцем, русским, понимаешь? То есть атернатива европейскости все равно есть, точно так же, как у американцев. Что, американцы считают себя не европейцем? Правда, не европейцем. Ну, и американцы не европейцы, потому что они лучшие европейцы. Точно так же и русские. Основная идея русских – стать лучшие европейцы. Европа здесь играет просто роль некой приемлемой точки отсчета. Есть понимание, что такое американская идея. Она не состоит в том, чтобы стать сверхамериканцем. Американская идея состоит в том, чтобы добиться успеха во всем, везде. То есть это некая история про Золушку – снизу подняться до самых вершин. Не уверен, не уверен. Это же американская идея. Жить долго и счастливо. И никакого сверхамериканцем они стать не хотят. Американская идея только что на днях была озвучена президентом Омбаме. Это заключается в том, что это уникальная нация. То есть они сверхнация. Сначала сверхевропейцы, теперь это сверх. Нет, подождите. Вот подождите, Александр, я скажу. Получается так, что американцы самобытные, немцы самобытные, французы самобытные. И есть какие-то горе-люди, которые населяют Евразию, которые какие-то уроды. Американцы самобытные совершенно не так, как самобытные немцы или французы. Согласен. А вот у нас есть своя самобытность? Они скорее идеологические. Они не культура самобытные. У них, конечно, культура есть. От этой самобытности никто от нее не отказывается. Но эта самобытность, грубо говоря, она не носит такого принципиального характера, каким для нас является. Понимаете, стиль жизни общий, он одинаков и в Германии, и во Франции, и даже в Испании, страшно сказать. И одинаков он. Вопрос же в следующем составит. Я просто пытаюсь намекнуть, что есть некое родное. Сиество. Тем не менее стиль одинаковый. Сиество – это стиль жизни. Это очень здорово. В Испании есть от гармонения. Вот это просто вот такие мерзости. Испании есть. Испании есть особенности. Давайте как бы будем все-таки убегать от упрощения. Потому что сейчас разговор слишком упрощенческий. Редукционный такой. Ты пытаешься заредукцировать как бы нашу самобытность к чему-то, скажем так, мягко говоря, недостойному. Есть какой-то народ, который считается неполноценным и хочет стать немцем, французом, кем угодно. Только не самим собой. Он хочет стать таким же европейским народом, равным другим европейским народом, некому единственному. При этом он таким же. Не просто патологией какой-то. У Советского Союза была вот такая идея неправильная, что надо было кого-то там догнать и обогнать. Да, да, да. Это выражало то же самое. В этом и сформировалось. Это уже признание того, что некая, собственно, недостаточность. Нет. Так и вы сейчас то же самое говорите. Я говорю то же самое, да. Что вот там недостаточность. Недостаточность. Буквально, смотри. Полная недостаточность. Это же глупость, как бы. Каждая нация, каждый народ живет своей жизнью. Понимаете, в чем дело. Нет. Тут надо понять. Мысль Игоря состоит не в том, что это не глупость. Это действительно глупость. Но он просто заявляет, что вот это фактически является, ну, по поступкам, вы узнаете их, да. То есть по поступкам русских людей это является их национальной идеей. Это глупо. Нет. Ну и является. Я считаю, что по факту это не так. Потому что Игорь на самом деле пытается измерить по собственной жизни. Он живет в большом городе, да, в Санкт-Петербурге. И думает, что Санкт-Петербург это вся Россия. И ты, смотря на то, что творится вокруг тебя, ты думаешь, что на самом деле выражаешь дух России. Я думал, что это не так. Это то, о чем мы мечтали, как вы думаете. На самом деле. Мы мечтали, что мечта была пойти, заказать себе кружку пива в каком-нибудь пабе. И штурнуть бармену через прилавок эту... Игорь, я понимаю. На самом деле, то, что говорит Игорь, это своего рода ипотаж и издевательство. Не ипотаж, а не издевательство. Нет. Просто у Игоря есть, на самом деле, такая тенденция. Некоторые вопросы очень резко редуцировать и отбросить все остальное. И никакой соборности, никакого православия, никакой особой формы русского смирения. Ничего этого нет и быть не может. А есть только желание бросить бармену в красивом баре или в каком-то еще, где в соседнем гипермаркете 300 сортов. Мы уже слышали, да. То есть человек хапуга такой. Не хапуга, не хапуга. Это предполагает другой стиль взаимоотношений между людьми. Давайте по-другому его раскачивать. Хорошо, ты сказал, что последние 30 лет к этому активно идут, стремятся. Что же было там раньше? К царскому времени обратимся. К 18-му веку, к 19-му веку, к 17-му веку. А значит, к 19-му веку? Ну, давай к 19-му веку. Конец 19-ю века. Ситуация, она такова, что существует ярко расколотая на две части общества. В первую очередь, так барьи не господа, чистый народ, собственно. Ну, которые даже чести говорят на другом языке. И вторая ситуация, это как бы широкие народные массы. Еще хотели широкие народные массы, я не знаю. Бердяев на них посмотрел, нашел в них смирение безмерное. Может, еще кто-то посмотрел, еще что-то нашло. Ну, вот эти барьи, то есть Соловьев, Бердяев из этих, пытались их как-то характеризовать. Соборность какую-то нашли, общинность, еще чего-то находили. Вот. А была, как бы, верхушка. Она, на самом деле, по факту являлась европейцами высокой европейской культуры. Совершенно. Это все понятно. А почему тогда вот эти вот высокой европейской культуры люди, да, вот, вернулись народ, да, вот это движение народничества, почечничества? Почему эти люди вдруг осознали, что вот они, на самом деле, никогда не станут европейцами? И что бы они ни делали, они всегда все равно другие. И они, на самом деле, увидели некого рода исконные корни, да, вот, своей самобытности народ. И пустились народ. Ну. Отрицал культуру. Ну. Пустились народ. Почему? Ну, пустились. Потому что в том-то ситуации дикости и черстости, в которых тоже был народ, и, скажем так, антисанитарий, и несчастный, надо для нормального человека было не степень. Я понимаю, ну, просто комфорт и быт это никак не характеризует европейзм. Да, если как можно выразиться. Нет, подожди. Мы говорим об идее, а ты говоришь… Комфорт и быт, а является одной из важнейших составляющей европейскости. Как раз это является. Ну, так сказать, что русские жили в нищете и в грязи, это тоже несерьезно. Да. В конце 1600-х годов, да. Восемь, восемьдесят два процента населения безграмотно, да? Или, да, как бы просто… Да. Просто… Да нет. Просто нет. Говорят, что в нищете и в грязи… То есть, у каждого есть свои обычаи, поэтому… Ребята, мы… Давайте все-таки встанем на среду. Господа, нужник на улице – это дикость, а не… Почему дикость? А не обычная. Так вот, не противостоит… Наличие нужника или его отсутствие – это не противостояние азиатчины и западничным. Да. Нет, нет, нет. Ты делаешь такие уже логические ходы, просто ошибочные. Он никогда не был на улице. Он все время был в доме. Потому что русская изба строилась так. Вот изба – живое помещение, а рядом хлеб. Потому что холодно. Все по-дому и хорошо. Все по-дому и хорошо. И все по-дому и ключи. В общем, я в таком доме лично жил. Я знаю. Там коровы, курги. И там был большой навес. Туда можно было выйти, посмотреть. Все было очень культурно. И там же был устроен туалет. Сохранность тепла. Хлеб, он и обогревался, как бы, печкой, и в то же время давал тепло в дом. Ну, на самом деле… Вот так была устроена русская… Ну, это же не важно, как… Если мы говорим об идеях, не важно, как… Материальная жизнь какова была. Вот, допустим, просто противостояние Востока и Запада не есть противостояние технологически оснащенной цивилизации и, как бы, в Арбстане. Европейскость… Извините. Как раз вот этот комфорт и удобство, как и наличие трехсотки, привезло в статус идеи. То есть в качестве некой идеологической установки даже. Это так. Извините, я перебину насчет русского туалета. Ну, после душа… Да, понимаешь, это хлеб. Там не было запаха какаши. Там был замечательный запах, как коровки, молоко, да. И это самое… Замечательный запах, потому что там хранилось сено. Понимаешь запах сена зимой? Я думаю, где-нибудь на дворе немцев то же самое было, и это никакой разницы не имеет. Это просто… Вопрос технологической оснащенности, говорю, это вопрос просто времени, как бы, да, и капиталовложения. Просто одни европейцы, они умудрились это просто накапливать, накопить эти, как этот комфорт, эти богатства. Да. И поэтому они оснастились. А Россия, видимо, в силу своих пространств, в силу каких-то там природных и прочих… Климатических. Климатических и прочих особенностей, она не успела оснаститься. Поэтому, я говорю, еще раз говорю, оснащение технической… И не оснащение, соответственно, не есть противостояние Запада и Востока. Именно, господа, именно ремонт квартиры до сих пор называется евроремонтом. Поэтому твой тезис есть профанация, тезис, понимаешь? Мало ли глупости. Просто основная причина, на мой взгляд, причем я в нем очень уверен, заключается в том, что Россия, в отличие от других европейских стран, там встала на путь модернизации. В связи с климатическим условием здесь было просто сложнее богатство накапливать. Ну, может быть, в связи с другим культурой, тут где-то вторичное-тричное культурное влияние. А, вот, еще очень важная причина – это просто плотность населения. Гораздо меньше плотность населения, чем в Европе. Не на 20, не на 30, а в разы плотность населения на наших пространствах была меньше. Поэтому модернизироваться, модернизация в смысле вот нового времени, да, становление рационального человека, началась позже, на 150-200 лет, там, вот так вот, да. Вот он с некоторой задержкой. Ну, в 19-м, в конце 19-го века Россия вышла на старт и пробежала быстрее всех до конца, да? Да. Вот это уже в таком состоянии пробежали. А это еще очень важное богатство, которое накапливает, вот, в модернизации… Каждое поколение. …поколение и страна, да? Да. Это у нас буратишная страна. Это у нас буратишная страна, да, но не чухонцев. В 18-м веке. Чего там? То же самое. Давайте, как бы, просто возьмем еще такое особое. Вот были отсталые народы, типа, допустим, китайские там, да, вот это народ, там, японские народы, и тоже, и они в каком-то отношении тоже захотели стать европейцами, да, или американцами, там, и оснаститься. И тем не менее, благодаря вот этой оснащенности, они свои самообытности никак не потеряли. Так и мы не потеряли, и подожди, подожди. Ну, Игорь. Ну, дай мне сказать. Но… Вопрос открытый. …еще раз, опять же. Вопрос в чем состоит? Вопрос состоит в том, что ты считаешь, что европейский — это есть оснащенность, технологическая, оснащенность. На самом деле это не так. Я хочу сказать… Технологическая оснащенность — это некакого рода параметра, который может быть, которого может не быть. Каталdaко всегда. А, например, обсоб Acts. А оснащенность — возведенная в пульт. Технологичная оснащенность на всех сторон жизни касается, как звучит в нашем нынешнем разговоре, это просто накопленное богатство. И ничего больше. Понимаешь, да? Россия просто нет, она изначально была более бедная. Почему мы бедные? Мы богатейшая страна. Как бы было это несерьезно? Светлая идея большого черного джипа, которого так любит писать Виктор Марховский, он же «Ампокой». Тебе, Игорь, не кажется, что все это от своего рода провокация и профанация? Почему провокация и профанация? Я тебе просто написал. Наша страна отличается тем, на самом деле, и это показывает такое явление странное – смех. Наша страна одна из самых смеющихся стран вообще на Земле. И на имени Улыбчук. Нет, дело не в этом. Дело состоит в том, что у нас есть какой-то внутренний мазохизм, идиотизм своего рода. Твое отношение к смеху – это известно? Нет, мы любим над собой издеваться, мы любим над собой смеяться. Мы всегда говорим о самих себе с издевкой. И на самих себя рисуем карикатуру, которую иные люди, европейцы, воспринимают за чистую монету. Хотя это не так. А ты сейчас пытаешься сказать, что у нас есть определенного рода люди, которые пытаются все обсмеять. И ты считаешь, что они выражают какую-то нашу глубинную идею. Чего они собираются смеять-то? Какие люди? Ну, я просто остановился на любимом Викторе Марковского «Удейв черного джипа», который процветает, скажем, в известных фильмах «Балабанова», «Брат один», скажем. Это когда Ирина Салтыкова и Данила Бодрова принимают у себя в евроремонте в обычном квартире с заплеванным подъездом или обычной девятиэтажки, и народ по раздолбанному Петербургу, да? Слушай, когда это было, это 90-е были начатки. Смотрите, как будто все-таки не сводить какие-то… Подонки общества существуют всегда и будут всегда. По ним нельзя оценивать на самом деле. Все, хочу сказать, что это же тоже была идея богачества. Богатство – это была идея. Богатство? Это вне социальных отношений. Богатство – идея во все времена. Подожди, давайте так. Богатство – идея во все времена. Она никак не зависит от границ государств, народов. Вот это тоже была идея. Обогащайтесь этой идеей во все времена. Тоже идея богатства, но это не идея европейского богатства. Это идея богатства индивидуального. Когда у тебя постный лифт, раздолбанная дорога, но у нее черная жила, жила в девятьэтажке, квартира… Богатство в любом случае работает объективно. Вот 10 лет богатства и как изменился город. На глазах, понимаешь? Я помню сейчас… В Питер я просто привозил машину через Финляндию, да? Я помню, как я после этих фото… Я въезжал весной ночью в Питер. Изменился? Ужас, ужас. До сих пор запах не могу. И сейчас… Извините. Да, действительно, голосовские рельсы. Нет… Потому что по каким-то отдельным примером, фильмом… Нет, а что? Хороший пример. А чего хороший пример? Я не показываю… Выводы нельзя об этом делать вообще. Форма вот этого… Жить, по крайней мере, и чисто, чтобы посады были у тебя отремонтированы. Ну, а идея богачества, связанного с идеей большого черного джипа, по-потехоньку откуда. Поэтому нет никакой просто идеи. Я говорю, идея оснащения, идея… Как бы… А если народный капитализм провожали всего лишь… 12-13 лет. 90 – это дичайшее время было. Дичайшее время – 90-е. Ну, это в вашем восприятии так будет. Что сейчас? Мое. Вы сейчас… Подождите, давайте в политику не скатываться. Мы пытаемся философский семинар вести. Вы как бы скатились. Я просто хочу сказать, что прошло всего лишь 12-13 лет. И как изменилось? Да. Пешеходов пропускать начали когда у нас в Питере? Ну, года два всего лишь. Когда правила победят? Ну, года три, наверное. Нет, это зависит от города. Я был в Махагенске. Ребята, еще раз. Во-первых, я говорю, что вы оцениваете всю Россию по каким-то отдельным городам. Уже все, да. Город Санкт-Петербург действительно является одним из европейских городов, кто спорит. Но жизнь в Санкт-Петербурге нельзя оценивать за всю Россию. В городе нет общественных туалетов. Все ходят и мочатся, куда попало. Ребята, у вас болезнь, что ли? А другие вопросы-то? Ну, это же не так, как в советские годы. Почему нет? В советские годы были туалеты открыты в городе. Но если хочешь, чтобы твой доклад был парфонирован, я не буду ничего говорить. Я даже тезиса не вижу. Я пытаюсь найти у тебя тезис. Его нет. В чем тезис-то состоит? Я пытаюсь высказать, что есть естественная и уже давно продуманная альтернатива. Либо народ самобытный. Эту идею оставили славянофилы. И, как бы, у него есть какой-то свой путь. И этот путь, как бы, он тернист какой-то свой. Каждый народ идет по своему пути. Либо, на самом деле, есть единый путь для всех народов. Единый путь прогресса. И русский народ просто, как вы говорите, тут я обсуждался, отстал. Он должен догнать европейцев, стать таким же, как и европейцы. И неизбежно любой народ проходит все эти пути. Оснащение, модернизация и прочее. И русский народ, поскольку он отстал, должен догнать Ибея и так далее. Это вторая задача. Это идея западной. И вот эти две идеи противостоящие. Я не вижу, что ты, на самом деле, опроверг концепцию славянофилов. Потому что, когда мы обращаемся к другим народам, почему-то оказывается, что у них самобутность есть, как бы, друг. А почему ты отказываешь, например, от народа выселящих Евразий? Славянофилы – это разочаровавшиеся западным. Да, да. И Игорь, что у него получается? У него получается, что, допустим, сегодняшняя политическая коллизия. Обе стороны – и оппозиция, и правящий режим – они хотят одного и того же. Правильно, Игорь? Так получается. И те, и другие хотят Европу. Просто оппозиция считает, что достаточно просто ходить в Европу, и ты там окажешься. А правящий режим – он понимает, что нас там не ждут, или в иллюзии находится, что нас там не ждут. И, соответственно, действует по-другому точно так же хочет. И они как бы борются друг с другом. Как бы мы не отрицали вторую альтернативу самобытности, она существует логически, понимаете? Как бы мы ее не отрицали, она есть. И точно так же, как любому человеку можно сказать, например, что я сам по себе человек, или я могу желать стать кем-то другим. И каждый человек тоже может здесь выбрать остаться самим собой или стать кем-то другим. И точно так же и народ, и точно так же страна. Все-таки в известных пределах. А вот есть же маленькие государства какие-то, есть совсем маленькие государства. Вот есть несчастная Прибалтика, которая как бы тоже все время стремится к некой самобытности. Представишь, как им тяжело искать там национальную идею? Да не надо стремиться к самобытности. Самобытности к ней не стремятся. То, к чему стремятся, то не имеют. Самобытность имеют. А я говорю, что Япония пыталась стать на рельсе модернизации европейской. А стал самобытным. Китай стал на рельсе модернизации. Остался самобытным. И мы точно так же, несмотря на то, что мы как бы все более и более европизируемся. Особенно европейская часть нашей страны. Тем не менее, остаемся самими собой. Тем не менее, мы остаемся каким-то особым народом. И на самом деле, на Западе это понимают. Это вот иные европейцы, как вы, в кавычках, почему-то считают, что... Я, например, сразу скажу, я не согласен, я просто поясняю его мысль. Она имеет право на существование. И более того, на самом деле, вот эта неполноценность, на самом деле, вот такой позиции, что надо стать кем-то другим, она, на самом деле, выражается во всем то, что творится. Да вот об этом он и говорит. Так я и говорю, что я же не отрицаю, что есть иные люди, которые считают, что... Мы должны стать большинством. Нет, это западники. Только в городах, только в больших городах. Нет, нет, нет. Западная идея... Там ситуация, проблема скорее... А те, кто в деревне стремятся приехать в города? Не деревни, не деревни. Есть это... Там тоже города более маленькие. Вот есть это... Есть другая Россия, да? Вот она... Она не Россия, Санкт-Петербург и Москвы, да? Это не Россия, не богатая Россия, да? Чего она собирается? Нормально ли там, одни собираются пить до скончания... Я понимаю. Не надо впадать в это. А вторые собираются пять лет больше. Игорь, ну это уже... Там нормальная жизнь. Ты уже начинаешь говорить штампами, понимаешь? Причем штампами вот такими политическими, да? Что кто-то там пьет, квасит. Не в этом дело-то. Дело состоит в том, что несмотря на то, как бы мы ни говорили об идее русской, всегда будут две альтернативы. Что мы ничего не можем сделать. Мы страна, которая действительно принадлежит частично к Европе, и у нас очень много европейского. Особенно, как в больших городах Санкт-Петербурга и Москве. И с другой стороны, мы все равно остаемся западом. Это азиатская страна, и у нас много азиатщины. И это неплохо. Понимаешь? Чем плохо быть азиатом-то? Почему, как бы, здесь такое противопоставление, что азиат обязательно это дикарь, как бы варвар, а европейцы это вот цивилизованный какой-то там джентльмен? А мой тезис состоит, что у нас азиатского нет совсем ничего. Одни просто европейцы самые, что ли, нормальные. А нам на нашу азиатщину, нам просто его приписывают всяческий образом, пытаясь прибить. Нет, это ты лично. Тебе лично это оскорбляет быть азиатом. Для того, чтобы прибить нам право не быть европейским народом, а превратиться в стороны третьего мира, по отношению к которым можно проводить неоколониальную политику. Но вот оно их сейчас проявило, что у тебя на самом деле желание, чтобы мы не были азиатами. По факту мы живем в другой стороне, чем ты думаешь. То ты хотел бы жить в европейской стороне, и ты лично вот, ты имеешь комплекс неполноценности, и хочешь стать таким же, как это европейцы, как какой-нибудь немец и француз, там средний. Но другие люди, они дружу по-другому. Они не хотят стать другим, они хотят быть собой. И вот то, как они являются собой, в этом и состоит русская идея. Быть собой, понимаешь? Статьевропейцам означает быть русским. Статьевропейцам означает быть русским? Да, статьевропейцам означает быть русским. Ну это твоё желание. А придумывать всякие... Ты желаемое за действительно выданье. А по всяких штуках придумывать, что у нас там азиатские корни, мы должны к ним относиться с уважением. Как еще это как раз не быть русским. Нет, подожди, я не говорил, что только азиатские корни, я сказал евразийские, и Азия, и Восток. Мы как раз народ, мы народ синтеза. Мы как раз именно те люди, которые умудряются быть и европейцами, и азиатами, и синтезируют две точки зрения. Вообще-то ты не видишь никакого предмета в серьезном разговоре, если не пытаться это подать по каким-то политическим соусам. Нет, политическим всегда успеем. Подождите, по политическим соусам всегда успеем. На самом деле, вот есть некого рода идейные разногласия. Я не понимаю... Что либо быть самим собой, либо стремиться стать другим. Так где же тут противоречие? Ну, естественно, лучше быть самим собой. Нет, не лучше быть самим собой. Для того, чтобы... Посмотрите, вот в чем логика-то дальнейшее моего рассуждения. Для того, чтобы стать даже другим, для того, чтобы провести модернизацию и улучшиться, сначала надо самим собой стать. Если мы хотим стать другими во что бы то ни стало, подождите. Как можно не быть самим собой? Да, как можно не быть. Я говорю, что быть... Это быть вполне... Вопрос... А пытаться искать какую-то самостоятельность от его опыта, это уже и быть другим. Нет, я имею в виду, чтобы пытаться стать кем-то другим, надо же понять, кто мы-то. Мы-то такие. Я понимаю, что быть самим собой, мы всегда сами по себе. Но только надо понять, какие же мы сами по себе, чтобы самих себя не ломать. Чтобы на самом деле выразить то, что... и реализовать то, что мы есть. А не пытаться как бы на самом деле каждый раз совершать прыжки какие-то, которые мы не можем осуществить. По-настоящему различия между русским и немцем, не более различия между немцем и итальянцем. Ну, по факту. Подожди, по факту. А ты говоришь, что это по-другому состоянию какая-то... Нет. В чем проблема? Проблема в твоей психологии. Потому что у меня даже таких вопросов, которые тебя забудут. Естественно, по факту, я... Есть русский и есть европейский. Просто по факту. Поэтому у меня проблем нет. То есть, по-русски, ты употребляешь это в каком? Национальном смысле? Или в смысле как бы людей, населяющих Европейскую страну? Нет. Русский национальный в каком я могу еще употреблять? То есть, ты считаешь, что им конкретно русский это европейский народ? А все остальные народы, которые населяют Россию? Да. Они вообще никто? Ни чеченец, ни дагестанец, никакой нигде товарищ. Но татарин. Но татарин и русский к не очень отличаются. Но то, что ни чеченец, ни дагестанец какой-то к русским и к европейцам не имеют никакого отношения, это факт. То есть, наша страна... Ну, как будто бы здесь декие баски там, я тоже не имею, да. То есть, получается, что часть... Понимаешь? Ну, ребята, ну давайте как бы логики держаться. Не скатываться каждый раз в какие-то частности, а логики держаться. То есть, получается, что страна насы на самом деле не едина. Не едина. Да. То есть, как бы она должна развалиться на европейскую часть, которая отойдет к Европе, да, и на азиатскую часть, которая отойдет к Геннему. Пример Басков. А почему, например, иные народы должны согласиться с этим? Почему они должны перестать быть самим собой? Почему они должны согласиться стать европейцами? Ну, потому что подавляющие большинство народов, они даже и не народы. Они не народы. Ну, во-первых, они не обязательно должны соглашаться быть не европейцами. Они просто живут, вот многие же не европейцы едут в Европу и там живут. И остаются не европейцами. И остаются не европейцами. Там кем? Пакистанцами. Вопрос о русской идее звучал как вопрос об идее какого-то конкретного народа, а не России. Вопрос о русской идее звучал как «Русские, мы русские, мы русские, мы русские, мы никогда что-то там…». Есть какая-то песня про то, что русские поднимутся с колен. Мне всегда прикалывают здесь, что я на колено не вставал. Если какие-то русские встали на колено, то это их проблема. И быть может, на самом деле, ты выражаешь конкретно национальную какую-то русскую идею. Я как раз разговаривал со всем другом. Я считаю, что на самом деле идея не может быть идеей отдельного народа. Идея есть только идея государства. Вот есть Россия, которая включает в себя много народов, и которая занимает пространство и европейское, и азиатское. И эти народы как-то сплотились благодаря своей истории, культурным взаимоотношениям и прочим. И вот у них какая-то должна быть идея. Наверное, не совсем. Как у американцев. Ты же не можешь сказать, что у негов какая-то своя идея, а у белых какая-то другая идея. Не так же. Во-первых, это так. Во-вторых, наверняка есть идея государства Израиля, и есть, условно говоря, какая-то еврейская идея. Кто-то они что-то одно думает, кто-то что-то другое. Вот. Но такое различие можно провести? На самом деле. Есть исламская идея, да? Исламская идея, которая вообще как бы поверх государственности, поверх этнических различий. Вы поймите, что у национальной идеи просто… Почему никогда не говорят про идею, в смысле, народа? Потому что это народ что-то такое? Это некого рода род. Это просто рождённые… Рождённые как бы… Ну, это родственники как бы, да? Там… Или вещи там, не знаю… Один там… Генотип и прочее, да? То есть какая может быть у такой общности какая-то одна идея? Идея может быть, если есть какая-то общность какая-то другая, социальная. Например, вот в виде государства, партии, там… Не знаю, там… Это коллективы, фирмы. Вот у них может быть идея. Вот у нашей группы может быть идея. Вообще идея… Как может быть идея у какой-то там… Идея скорее… Идея скорее привязана к какой-то культурной обществе. Не к территориальной, не к границам. Вот. А к культурной обществе. Конечно. Поэтому есть народы-диаспоры там… Есть русская идея, а идея государства-российского как-то не так звучит. Русская идея у всех вот как раз этих… У Бердяева и прочих… Русская идея как русская… Она не звучит как идея русского народа. Она звучит как идея России. Ну хорошо. Она как идея как государства. Ну вот. Она стала произвести две эти штуки. Сказать, что русская идея, идея российского государства – это как разные вещи. Угу. Нет. Просто тогда… Вот, например, русский оказался… Группа русских оказалась где-то в Америке или там… В Африке. И у них будет своя русская идея. Там… Нет. Та же самая у них как раз будет. Нет. Вопрос ещё раз говорю. Вы поймите… Вот например… Из того, культурного более в другой. Ещё раз. Идеи, смыслы, ценности, я не знаю там… Ну можно по-разному формулировать то, о чём мы говорим. Они принадлежат скорее наверное культуре. Правильно. А культура не принадлежит отдельным людям. Культура принадлежит государству. Но она и государству не принадлежит. Именно государству. Нет. Нет, нет, нет. Она принадлежит. Русская культура. Иврейская культура называла положение сотен лет вне какой-либо государства. Посмотри. Вот отошла там Киевская Русь в Украине. И много чего культурного ушло туда. Что это ушло из-за русского культуры? По-другому. Иси Татарин, там… Или узбек… Там… Это всё проблема. Иси Ленивость будет принадлежать к русской культуре. Значит это русскую идею не выражает? Раз он другой национальности по вашему. По вашему. Если вы идею делите по национальному типу… Ну не по национальному. Я говорю. Правильно. Поэтому я говорю, что надо выйти из рамок национальных различий и перейти на какие-то другие социальные рамки. Партии, обществ, коллективов. Единственная максимальная рамка – это государство, Россия. Ты пытаешься привязаться к чему-то осязаемому? Партия, общность, государство. Как не получится? Нет. Я хочу сказать, что идеи привязывать к какой-то конкретной национальности – это неправильно. Потому что люди любой национальности могут исповедовать эту идею. Любой. Потому что идея не может быть окрашена в какой-то национальный оттенок. Я единственное скажу, конечно, что если мы будем привязывать русскую идею к русской культуре, то сразу возникнет вопрос, а в чем состоит русская культура. Моя позиция следующая – нельзя русский народ, в смысле национальности, отделять от других народов. Потому что судьба у них была, общая судьба, да, судьба вот этого целого государства. Она, все судьбы у всех народов, которые проживают на нашем государстве, очень плотно и тесно переплетены, на самом деле, и выражает некую вот единую настоящую идею. Идею вот этого государства. И она, на самом деле, действительно испокон веков тянется, и действительно русский народ там является свержневым, никто с этим не спорит. Но, тем не менее, на самом деле, нельзя об этом говорить только о какой-то национальной идее. Эта идея не национальная, это какая-то сверхнациональная идея, которая… Вполне национальная идея, которую чеченцы, аварцы и кто-либо еще не разделяют. Я даже бы сказал, что и так же и у немцев, между прочим, наверняка и у немцев там, они не все немцы, там, у них, наверное, тоже есть какие-то разные национальные. Так же и у французов там какие-то есть свои, испанцев. Ты, кстати, ничего не можешь делать, ты можешь приписывать какую-то русскую идею, но они не будут разделять его. Послушай, послушай, и причем, на самом деле, самое интересное, что со стороны, со стороны, те же американцы, или французы, или немцы, когда взирают на нас, они нас не различают. Что вот я там татарин, ну пускай, хорошо, пускай, кого-то там, может, это отличает, но в массе своей, мы все для них русские. Ну, русские не в смысле национальности, а в смысле России, как принадлежащие к одному государству. И точно так же мы тоже, когда мы смотрим на американцев, мы, конечно, понимаем, что там есть разные национальности. Мы тоже, для нас они просто американцы. И поэтому идея, это всегда государственная идея. То, что кто-то воспринимает нас так, а не иначе, это не значит, что он воспринимает нас правильно. Если они неправильно уплатывают объектность. Вопрос здесь, на самом деле, о природе государства. Это, на самом деле, вопрос просто выходит уже за рамки из семинара. Возможно, его надо обсуждать отдельно. Просто реальность субъектностью обладает не отдельные народы в современном мире, а государство. И именно они выражают идею, именно они ее осуществляют на деле по факту. Я так хочу сказать, что по факту отдельный народ обладает субъектностью. Да, почему? А почему у тебя не обладает отдельный народ? Потому что нет, эта субъектность присутствует только как неосознанная какая-то. Нет, выразителя этой субъектности нет. Выразителя этой субъектности всегда является какая-то политическая власть, какая-то политическая структура, какая-то, как говорили, культура, наследие и прочее. Мне кажется, получается, что изначально ты поставил неправильную проблему, что есть какая-то национальная идея, в смысле русского народа, как рода национальности среди других национальностей, и поэтому она звучит как-то диссонанс. Если ее вставить правильно, как идея России, в чем состоит идея государства российского, которое имеет многовековую историю, в которую включает много народов, судьбы которых переплетены. Если вот так ставить этот вопрос, то тогда окажется, что есть некого рода самобытность, и нет вот этой вот… Надо смотреть на народы и народы, официально марицы или муты, они как бы другой народ, но на самом деле они не больше отличаются от, собственно, русских, чем, скажем, поморы, то есть северные русские, от русских Москвы, скажем. Не больше они отличаются. И есть и национальные общества, которые даже народами не являются, но которые принципиально отличаются… Вопрос не о словах, вопрос не о словах. Вопрос не о словах. Ты сам согласен. Что ж, всевозможные дагестанские народы, отопечая неизгин, ингуши, даже осетины. Вот они принципиально отличаются. Просто, потому что там каждого общества, где-то там… Да, просто потому что там каждого общества, я читал. Вопросы не в этом состоят. Ты как бы отрицаешь идею как идею государства и считаешь, что идея – это идея народа. Бывает такое, когда идея государства. Но я хочу сказать, что одна из самых мощных субъектностей, часто превосходящая идею государства – это субъектность отдельно взятого народа. Субъектность отдельно взятого народа – это некий род Игрегор неосознанный. Ему ничего сказать нельзя. Он просто есть ищет. Почему нельзя сказать? Можно же сказать, что вот, допустим, разъединенный народ Кудды на четыре страны. Разъединенный народ – азербайджанцы на пять стран. Разъединенный народ – русские на четыре страны. Ребята, я понимаю, что можно… Я бы сказал так. Я бы так объяснил. Влад, ты не можешь сказать от лица вот этого загадочного Игрегора как русский народ. А приходит какой-нибудь Гитлер и начинает говорить от лица Игрегора немецкий народ. Он просто берет и начинает говорить. Я еще раз говорю, что… Хорошо или плохо, или правильно, или неправильно. Но приходят русские писатели, которые русские говорят, мы говорим от лица русского народа. Какой-то еще кто-то. Тогда получается диссонанс, что такое идея. Я, конечно, можно сказать, что есть животное, у него четыре лапы, два глаза. Это же не идея, правильно? Идея же нечто другое, чем просто описание того, как народ живет. Ну… Это же мультируется. Нет, у вас русские описываются одним способом, а идея у них другая. Нет, получается у тебя что? Ты описываешь, как живут, там, бросают, там, не знаю, там, мусор на соседний балкон, там… Господа… И проще, и проще подробности. Это просто… Подожди, подожди. Ну, кот ходит там, это, на двух лапах там. Иногда садится и делает свои надобности. И что? Это идея кота, что ли? Угу. И точно так же просто… В чем состоит, тогда надо выразить в чем состоит идея. Почему нельзя сказать, что бессознательная может быть идеей? Потому что бессознательная может только выразить, что она делает. Нельзя сказать, что она представляет собой. Идея – это нечто, лежащее на уровне сознания. Отлично. А осознательный уровень, да, он как раз и поднимается до уровня государства. Потому что именно государство выражает сознательно в своей политике, да, и в своей, как бы, структуре того, как оно живет и прочее, вот, некого рода идеи. Так вот, парень, которого вот именно так настолько настоящая цитируешь, он как раз говорил, что высшая форма существование любой нации – это создание своего национального государства. Здесь не государство что-то противопоставляется и доминирует над нацией или над народом, а народ возводит собственное духовное бытие, да, на найденного… Правильно, правильно. Правильно. Только у нас государство много национальное. Так вот, а этот парень, которого ты неудачно цитируешь, он как раз говорил, что государство должно быть национальным. Это было начало 19 века, начало проявления национальных государств в Европе. То есть когда Авсоргенгерская империя стала... Священная Римская империя, когда распалась, он как раз был современником всех этих стран. Ну тогда, на самом деле, получается вопрос следующим ставить. Ты считаешь, что и государственность наша, и государственность наша, она национальная, это ты считаешь так. Надо же исходить из реалий, ты утверждаешь, что вот есть некое... Нет, наша национальность как раз российского государства, она нифига не национальная. Ну, правильно. И поэтому я говорю, что если твой... Стать европейским, европейцем, то есть стать русским по-настоящему, и в том числе обзвести свое национальное государство. Настоящими российское государство не является русским национальным государством. Еще раз, Игорь Михайлович. Сейчас у нас государство компраторской буржуазии, это очевидно, да. Ребята, да? Мы не являемся национальным государством. Можно параллельно, я могу еще десять тысяч слов сказать. Ну давай, Булат, ну ты сядь, расскажи тогда... Логика, 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 как в чем состоит? Логика. Давай высказаться человеку. Не, я высказался, по большому счету. Логика состоит в том, что человек выражает о том, что есть какая-то национальная идея. И вдруг выясняется на самом деле, что государство у нас, оно не национальное, да. А на самом деле правильная постановка этого вопроса. Есть постановка вопроса о государственности, а не в коем случае о национальности какой-то. И о нации, потому что идея нации это вообще не русская идея. Идея нации. Да. Это вообще не русская идея, принесенная. Да, это правда. К сожалению, это так, да. Идея нации становилась в течение 19 века. Да. И была практически осознана только к концу 19 века. Как-то не странно. Ну, это правильно. Это правильно. Дифференциация между политической нацией и этнической нацией произошла, я не помню эту статью. Или 90-е, или самое начало. Нет. В 20 веке, это что-то 5-7 год, вот была опубликована статья некого автора, я не помню, где вот было четко расписано. Нет, я вам скажу, что никаких нет национальных идей вообще. Подожди, я не знаю. Национальных идей не бывает. А вы знаете, когда появилось понятие National State? Как вы думаете? Ну, когда, наверное, 40-е, 20 века? Что вы по-русски скажите? Национальное государство, понятие национального государства. Ну, судя по тому, что вы по-американски, я думаю, что как-то оттуда. Как национальное государство? Славарьян он появился в 1918 году. А, то есть все-таки раньше, чем я думал, ну ладно. Раньше, ну ладно. Ну что, вы хотите заболтать вопросы? Я вообще говоря, даже половина не высказала. Вы хотите вопрос заболтать какими-то подробностями? Или мы обсуждаем вопросы? Я думаю, мы говорим очень по сути. Да, по сути. Просто я хочу сказать, что все идеи или любая идея, они национальные. Я вообще промолчу. Не, не, на самом деле, на самом деле, высказаны факты, которые просто опровергают позицию Игоря в точке, когда он утверждает, что он высказывает национальную идею. Потому что ему тут же заявляют, что, извини, как бы понятия нации не было до такого-то момента, а у нас его до сих до сих пор по сути нет. Сейчас пытаются насадить как-то, заимствовать. Вот. Достаточно неуклюже. Да. Просто некрасиво говорить, наверное, руссконародная идея. Узкая русская нация масса сложностей связана. Я могу объяснить, но я сейчас не буду делать, почему именно у англосаксов оно прижилось. Там это связано с генетическим словом «нашн», это как-то связано с «кинг» с родом. Ну, сейчас я просто остерегаюсь подробно об этом говорить. Да. Почему это вот как раз «нашн» пристегнули к демократии. Вот посчитаешь, я читал американские детские книжки в Америке. Вот они там еще так вот для детей. Ну, история для детей. Ну, там вот написано, что «нашн» появилась там где-то, что-то, по-моему, они из «сахинской демократии», ну, где-то, вот, ну, в четырнадцатые, пятнадцатые, вот эти «нашн», они уже… Александр, а вы не слышали никогда такое противостояние «греки и варвары»? Вы никогда не слышали такое противостояние? Вы думаете, что эти слова «нация» как бы просто это другое слово? Да, полис, на устройство полу, извиняюсь. Да дело не в этом. Дело в том, что… Это в этом. Это в этом. В «нашн» говорится слово «род». И поэтому там все смешалось. Вот это можно отдельно разобрать. И в то же время «нашн» сводится не к роду. Но когда «лечанин» слышит «нашн», для него это совершенно по-другому. Это, ну, историческое, понимаешь, восприятие. «нашн» – кинг. Вот как. Связка. Вот если слова нет. Вот твоя связка семантическая. Если слова нет. А «нация» и «народ» есть. Вот люди похожи друг на друга. Это более-менее родственники. Даже генетически устанавливают, что действительно эти люди, они принадлежат к одному генотипу. Слова нет. Ни «нация», ни «народ». А люди… Как «нейшн». Да пускай как-то они угодно понимают. Но при этом они совершенно генетически, родственно, культурно даже не связаны. Ладно. Зачем перерыв-то? А потом ты выскажешь что-то. Ладно. Ты же хотел что-то высказать. Я не буду высказать или я сейчас скажу. Ну что? Не скажи. Давай на камеру тогда садись. Вопрос следующий. Независимо от того, как Александр говорит, независимо от слов, на самом деле все равно эти «нации», «народы», как бы их ни называть. Слова не было, а… Это не зависимо от слов. Поскольку мы словами думали. Это же из разряда типа «жопа есть, а слова нет». Понимаете, есть такая присказка. Это из этого разряда. Так вот, если просто брать реалии, на самом деле, люди все равно сознавали себя некой общностью. Славяне говорили, греки. Отличались и от других, от варваров и прочих. Используй слово «род». Да это понятно. Православное. Так вот, если говорить как бы к сути. Вот пытается вот эту самобытность русскую, например, осознать в русле православие. Одна из попыток. И считают, что быть русским – это быть православным. То есть считают, что, ну, как бы русские – это стержневая нация, она все скрепляет. Нет, не отрицается, что существуют другие нации и народности, которые там, может быть, имеют другую религиозную принадлежность. Но, тем не менее, как бы вот, есть некого рода стержневая особенность русской культуры – православие. И как с этим быть? А ты считаешь, что нет такого стержня? Исторически было наоборот. Вот понятие «русский» в массы. Русские массы понятие «русский» вошло, я думаю, сто лет назад. Ну, максимум, там, сто двадцать. Как вот с церковно-приказки и школы открылись. До этого не было, там православные были. Карелы, там, русские, там, Мурты – все православные. Это было, так сказать, понятие «стержневое». Понимаешь? Вопрос состоит не в том, что это какая-то отдельная специальная религия, там, или какие-то там, у нее есть какая-то концепция, своя теология, да. Вопрос состоит просто в том, что вот есть нечто, да, что… С тобой, по-моему, соглашаются, более того, соглашаются, усиливая твою позицию. Вот ты вообще не слышишь. А я не отрицаю… А то, что говорит Александр, я это не отрицаю. Я просто его дополняю. Я говорю, что вот, допустим, такая позиция, как с этим быть? И это есть… Как раз в глубинках, да, вот, в средней России, вот, есть такое осознание. Да. Достаточно глубокое, да. Если взять нашу Россию какую-то карту, посмотреть, что у нас, какие здания, какие сооружения преобладают, то будут, в основном, монастыри, церкви. Ну, это надо еще разбираться. Я бы сказал, здесь есть две разные точки зрения. Это именно современные православные писатели, как бы, они как раз думают, что быть русским и быть православным, одно в том смысле, что русскость как бы поглощена православием. А на самом деле можно взглянуть на православие, как это будет русскостью. Ну, просто вот у людей такая специфическая религия. Ну, девки ходят в кокошниках, а все просто православные. Вот так можно на это взглянуть. То есть это будет правильно. В этом смысле можно сказать, что быть русским и быть православным – это правильно. Но в том смысле, что православие поглощено узкостью, а не наоборот, а не какая-то там нижнеазиатская религия пришла и подчинила себе все народы. Правильно ты правильно говоришь? Православие – это христианство, которое специфическим образом преломилось именно на территории нашей страны, ну и в частности в русском народе. Правильно. Так это и есть тогда, получается, та самобытность, которая проявляет себя в частном образом, которую ты отрицаешь. Но сейчас проявляет ли она себя? Проявляет. Я утверждаю, что и сейчас проявляет. Четыре процента я слышал. Я тут слышал небольшое интервью с митрополитом Новосибирским. Он говорит, что «да что вы там говорите, какое возрождение?» У нас, мол, четыре процента… Такие европейские люди, как Игорь, тоже самые четыре процента, наверное, если не меньше. Такие западники, точно так же их четыре процента. Понимаешь? Вот таких западников, категоричных, как Игорь, которые считают, что ничего другого нет, кроме стремления статьи европейцев. Да, да, да. Их тоже, может быть, даже меньше, может быть, один процент. Я за себя скажу, что нас больше. Ну, во всяком случае, ситуация, когда мы еще не были все русскими, но уже все были православными, такую ситуацию мы уже потеряли давно достаточно. Это надо признать. Я имею в виду, не апеллирую только к православию. Я говорю, что православие выражает какую-то русскость, да, или какую-то, скажем так сказать, вот эту нашу государственность, да, в некой форме. Если мы еще те люди… Еще раз. Подожди. Не важно. Не важно, вера такая в преемственность, не в непрерывность. Совершенно не те люди, что при коммунистах этот сплошной поток был разломан полностью. Мы не имеем отношения к ней православным никакого. И так, кстати, если, скажем так, у русского народа, да, если бы у русского народа отнять идею православия, отнять идею российского государства, то, собственно, как бы они не останутся от русского… Что будет? Что будет? Русские – это останутся голой идеей просто какой-то, не бессодержательной. Почему? Вполне она содержательная. Чем? Каким содержанием она наполнена? Дельки кокошников. Дельки кокошников. Игорь, знаешь, которые хотят, кстати… Если вдуматься, у тебя, знаешь, какая идея? В этом у нас и попросту. Вот во время Второй мировой войны к нам пришли европейцы, да, немцы там, да. Надо было просто им сдаться. Почему? И стали бы мы европейским народом. Почему? Я же всегда говорил, что стать европейским народом ровным в череду других европейских народов. Ни подчиненным, ни завоевным. Так, все-таки самопытность. А, значит, самопытность у нас какая-то есть? Да, самопытность есть и между немцем и итальянцем, не в этом дело. Нет, вы не понимаете. Значит, идея какая-то другая. Не идея стать каким-то европейским народом, а другая какая-то идея. Да давай задумаемся, есть ли вообще у кого-то… Может быть, то, что мы ищем русскую идею, это уже идея. Есть ли такие проблемы у других наций или у других государств? Вот ходят ли итальянцы и спрашивают для себя, какая у нас итальянская идея? Или там испанцы? Я подозреваю, что этого нет. А русские спрашивают ли так друг у друга? А русские спрашивают постоянно. Кроме как по телевизору, а? Так, ребята, давайте реально… Только по телевизору и спрашивают. Мы говорим про телевизор. Так вот и говорите про телевизор и спрашивают по Италии и по Испании. Но подозревают… Давайте в сторону не упадут. Там вот таких дискуссий не будет. Там говорят про экономику. Как бы нам исправить это? Как бы нам… Какие здесь права соблюсти, а какие не соблюсти? И так далее. Вот. Ну как бы нам найти нашу итальянскую идею? Я подтверждаю, что у европейцев, на самом деле, в отличие от Игоря, есть европейская идея, которая состоит именно в их устроении государственности. Любая идея, на самом деле, на уровне вот таких общностей больших – это всегда государственная идея. И то, что европейцы устремились и решили объединить в единую Европу – это они осуществляют вот эту вот свою идею государственности. Не идея комфорта, там, каких-то технологических качеств. Точно так же и мы просто вот эту идею государственности все никак не можем найти, потому что у нас постоянно коллапсы случаются, революции, там, потрясения, да? Вот поэтому мы ее и ищем. В чем состоит идея нашей государственности? Например, американцы ее уже нашли, да? Там и иные народы это нашли, а мы нет. И поэтому идея русская, она никак не может быть идеей то, что говорит Игорь. Это идея государственности. И эту идею действительно не так легко выразить, потому что у нас… Это профессионально-многокультурное целое, да? И как вот это выразить в едином одном? Выразить в какой-то форме государственное устройство? Оно уже выражено, естественно, сейчас в каком-то, но оно не удовлетворяет людей, которые населяют эту страну. Одни считают, что надо по-другому. Парни-то зачем так цепить безбожие? Православец выдержали народу. Это такое совершенно… Долгой конфликт политической ситуации. Я вообще не про Гегеля говорю, я говорю про себя. При чем здесь Гегель? Это когда будут про Гегеля, будем говорить про Гегеля. При чем здесь это? Еще раз говорю, что мне кажется, и в этом как бы больше, по-моему, смысла, да? Когда мы говорим об идеях, надо все-таки подниматься над национальными вещами. И говорить о государстве. Потому что только государство может эту идею решать, и воплощать, и реализовывать. А национальность, она просто живет и живет. Живут коты, живут собаки. Какие идеи они собой представляют? Да никакие. Просто живут и живут. Какие-то рода. Есть род… Это один, допустим, японцы. Есть род другой какой-то. Немцы. А надо бы еще кто-то точнее дробить, да? Какие-то там… У каждого же… Как это… Точно же есть описание, какому роду он принадлежит. Это никакой идеи не дает. А вот если мы говорим о идее государственности, то тут тоже обширное поле. Дробление вот этих европейских государств тоже в какой-то мере как бы эмпирически и случайно. Ожидать, что как бы вот этому эмпирическому дроблению соответствует какой-то, словно говоря, платоновский план идей, что немцу соответствует немецкая идея… Да, конечно. А значит, когда у них есть некая наивность. Нет. Как они возникало, например, идея национальности итальянской, допустим, или английской, благодаря определенному роду литературе? То есть возникало, допустим… Такой персонаж как Данк. Это единство языка. Божественная комедия, да. Единство языка. Тогда как бы… Есть ли она… Немецкая идея и австрийская идея? Есть ли она? Или швейцарская, допустим? Понимаешь? Ну… Можно бы. Вот большая опасность вот этих игр с нацией, которые увлекаются эти национальные демократы, заключается в следующем, что для русского языка, ну для русской культуры, для русского языка, понятие нации вообще смертельно. Почему? Потому что понятие нации имеет две стороны. Во-первых, это этническая нация. Во-вторых, это политическая нация. Вот и авансакции очень медленно этим манипулируют. Вот. И, значит, вот национальный демократ тоже, мне кажется. Значит, они что говорят, национальные демократы? Что, значит, вот есть этническая нация, допустим, русские, да. И высшей формой, как бы, проявления этой этнической нации является национальный государственный. Ну, конечно, ну вот мы развиваемся, 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 да. Ну, в приложении к России понятно, что из этого следует. Значит, все нации, они... Англосаксов, между прочим, что в Америке, что в Великобритании, все очень стабильно и нормально. Ну, вот эта вот, эта фишка есть, вот с языком, о которой я сейчас просто... Так американцы там, Англосаксов там, наверное, не осталось. Это понятие политической нации. А кого только нет. Политическая нация, ты понимаешь, да? И как политическая нация, она вошла в политический обиход, да? Ты понимаешь, вот этот самый подрыв, который осуществляет, вот, русский, в том числе и государственность, и под русским народом? Вот, вашим национальным демократам теперь, да? Ну, это да, я не понимаю, да. Нет, да. Просто я не описываю ситуацию, конечно. Мне кажется, что вот то различие, которое вы проводите, оно очень хорошо индустрируется, действительно, если обратиться к языку. Допустим, а кто создавал русскую литературу? Не этнические же русские, на самом деле. Это опасный момент. И ее создавали много кто. Вот. И поэтому ассоциировать, допустим, русскую культуру с этническими русскими, это ошибка. Александр Сергеевич Пушкин, это наше все, да, по крайней мере, все мое. И Гоголь, как бы, все мое. Наше все правильно, конечно. Да, да, да. Я хочу обратить еще внимание, что по факту, по факту, в современной России, российская литература русская, 19 века, судья мертва, полностью. Она нечитаема, она не авторитетна, она не обладает никакой власти. Да, все же, позвольте мне закончить этот мусор, который я начал. В чем еще опасность? Единственный язык, ну, может быть, не единственный, но для тех, которые я в курсе, и слово национальности. Ты понимаешь? Вот есть по этим нация, есть по этим национальности. Мы не можем создавать принципы российского нации. То есть общая государственная нация, путь политической нации для нас запретен, смертельный. Потому что у нас уже, по спорте, записана национальность. У нас нация равно национальности. А русский язык запрещает иметь одну нацию и много национальности. Это шизофрения. Вот вы занимаетесь, понимаете? Что-то я не уловил ваши мысли. Нация очень простая. Я занимаюсь социологией. Я говорю по факту, как... Нация может быть одна. Нет, Игорь, на самом деле, ты выдумываешь. В смысле? Политическая нация? То, что ты рассказываешь, это выдумки. Да, это как бы выдумки. Причем, как бы, рассказаны именно по каких-то... То есть в Америке вот существует одна нация, как политическая нация. Но нет понятия национальности. Но национальности понятия нет. И поэтому нация может быть едина. Американцы этнически у нас же уже есть в культуре. Более того, в баспортах. Вот у меня есть. Понятия в русский. Давайте просто, как бы я говорю. Правильно вопрос надо ставить? Вопрос о государстве. Есть у государство, нация. Но tolerance нечистит. Мы не можем создать единого нация. Нет, просто правильный вопрос. Мы не можем создать единого нация. И не надо создавать единого. Но сейчас например, это с украинцами. А как это? Потому что с национальности называется. Я сейчас АЗБН NYSTRUH strategies. В свое время пытали же создать единый народ. Советский народ. Так нет, как раз и советский народ... Это не нация. Советский народ. Это тоже особальная речь. Именно поэтому это было. Я и говорю, что надо отказаться от терминов нациATE. அ관� enn extremely important. Что мы . на национальную политику большевиков пару слов те самые ненавидимые на самом деле демократы любят наезжать на национальную политику большевиков что благодаря им терапиры если начинаешь реально изучать большевики все сделают по науке которая была наука была уже это нас изучали это было очень модно профессора в университете то же самое Чернов этим национальным вопросом очень занимался до революции все сделают по науке уже нарождалась национальная этническая буржуазия никак иначе в условия гражданской войны униженной, расслабленной еле-еле понимаешь дышащей страны сделать невозможно было они сделали я считаю это оптимально умницы потому что между прочим среди большевиков было нельзя признать очень много умных сообразительных людей какой национальности разные не важно ну ладно я имею в виду национальный вопрос и Иосиф Петрович очень здорово это продолжил а вот Никита Сергеевич Хрущев он конечно большую а в чем? ну потому что вот стал по-моему размываться вот понятие советский народ как-то при нем у меня такое впечатление может авиация просто в это время уже рождалась и поезда ходили постоянно и билеты стали дешевле железнодорожные и паспорта у населения появились поэтому может и стала размываться чисто такая бестичковость так нет речь не о бестичковости а речь как раз о том что все кто жили на территории Советского Союза были советским народом без без национального различия почему нет ну то есть национальное различие скажем так было но оно не было впущено в политическую жизнь на политической арене мы выступали как советский народ в смысле как это да вот это в результате советские люди при ком при большевиках нет смотря где как все же вспоминают тост Сталина за русский народ последний я кстати когда я его в школе прочитал в школе в году 708 он прочитал что прочитал то тост Сталина за русский народ я не в курсе ну это известный латонство кто главного запобедил в Великой Отечественной войне кто вынес на себе основной грудь но это же очень известный за русский народ так вот в 78 году я вспоминаю собственно эту штуку полное недоумение потому что для меня тогда сколько там восьми или девяти лет быть русским и быть советским это было одно и то же ну да я не очень понимал за кого он поднял это потому что в газете правду было написано за советский народ да нет но там было именно за русский народ а потом это как-то приходилось что это не одно и то же когда я его читал ну может где-то было уже лет десять не было тогда может и семьдесятый год соответственно но тем не менее поэтому говорить что русские при Сталине ну в смысле они подавлялись но до периода войны после этого русские не было уже такой такой национальной политики и уже при Хрущеве опять начали бороться с русскими как таковыми создавать новую общность советским народом при них как раз началось я не представляю да я его и достаточно удачно создали то есть я там десяти лет считая эту речь был в ситуации тяжелого недоумения потому что уже на тот момент для меня десятилетнего быть русским и быть советским это как бы было одно и то же то есть русская идея национальная все-таки ты имел в виду идея или это идея государственная именно народная именно национальная идея но нет такой идеи еще национальной она не имеет содержания ну я смысл в сфере и улетево потому что русская идея стать европейцем не стать немцем понимаешь русские должны стать немцем не стать не и только стать европейцем как немецки но при этом остаться русским только так и можно быть русским по-настоящему стать европейцем Продолжение следует...